Всем привет, дорогие друзья! От Юлианы поступила мне эта эстафета, снять видео и ответить на вопросы. С удовольствием принимаю эстафету и отвечаю на вопросы. А в конце видео я скажу, кому я передам эту эстафету. Итак, первый вопрос. Имя и происхождение. И немного расскажу о себе. Меня зовут Светлана. Фамилия Мендусь. Ударение на букву Е. Я живу в Украине, город Мирноград. Я замужем. У нас семья из четырех человек. Мы с мужем и наши два сына. Их зовут Игорь и Дима. Игорь уже взрослый, а Дима учится в пятом классе. Живем мы в трехкомнатной квартире. У нас есть еще свой дом. Но мы там не живем. У нас там дача. Там у нас сад, есть огород. Мы там летом отдыхаем, жарим шашлыки. Еще у нас там много фруктовых деревьев, цветов. Вместе с нами в квартире живут наши любимые питомцы. Это наш кот Тимоша. Ему три года. Кошка Бусинка. Ей два года. И маленькая Сонечка. Я недавно про нее снимала видео. Ей три месяца. Ну, в основном вроде все рассказала. Ответила на первый вопрос. Ну, про работу может еще рассказать. Мы с мужем частные предприниматели. У нас свой бизнес на рынке. У нас своя торговая точка по продаже фруктов и овощей. Ассортимент у нас большой. Мы продаем сезонные овощи и фрукты. Видео я снимала, свою торговую точку. Мы работаем уже много лет сами на себя. Для работы у нас есть своя машина Ford Transit. Еще у меня есть подработка. Я два раза в неделю готовлю на заказ еду. За это мне хорошо платят. Так, дальше. Приступаем ко второму вопросу. Увлечение и скрытые таланты. Увлечение сейчас это Ютуб. Люблю животных. Люблю комнатные цветы. Люблю своих котиков. Они у меня очень хорошие, добрые, ласковые. О скрытых талантах даже не знаю, что сказать. Так, ну, не знаю. У меня хорошая память на лица, на даты, числа и на любую информацию. Быстро и легко все запоминаю. Так, идем дальше. Вопрос третий. Так, вопрос звучит так. Ваши страхи. У меня всего два страха. Это страх высоты и страх воды, где глубоко. Высоту я всегда боюсь, потому что это высоко. Даже голова начинает кружиться от этого. Воду тоже я боюсь, когда очень большая глубина. На морях отдыхаю я каждый год. На глубину не иду, потому что я боюсь. Ну, а так страхов больше у меня никаких нет. Я не боюсь ни пауков, ни мышей. Не боюсь я темноты, ничего не боюсь. Только вот эти два страха, которые я назвала. Так, дальше. Четвертый вопрос. В человеке мне нравится доброта, порядочность, честность. Мне нравятся люди жадные, лживые, лицемерные и грубые. Так, идем дальше. Вопрос пятый. Жаворонок или сова. Я и муж жаворонки. Мы много лет встаем на работу в 3.45-4 утра. Живем в таком ритме уже много лет. И уже привыкли рано вставать. Даже в выходные дни мы все равно встаем рано. Привычка, выработанная годами. Человек ко всему привыкает. Рынок у нас работает с 5 часов утра. Встаем рано. Муж идет в гараж за машиной. Выезжаем на рынок. Выкладываем товар. Витрину делаем. И начинаем работать. С 5 утра уже работает рынок. Работаем примерно до 13 часов дня. Хоть мы рано встаем, но зато уже после 13 часов мы дома. И весь день впереди. Так, дальше идем. Шестой вопрос. Любимое блюдо. Любимых блюд у нас очень много. Из первых блюд это наш вкусный, ароматный украинский борщ. Борная мясная солянка. Голубцы, холодец, шашлыки. Жареная картошка, вареники. Так, пельмени, тортики любим. Я очень люблю шоколад и шоколадные конфеты. Из напитков мы пьем чай, кофе. Летом компот и соки. Алкоголь мы не пьем. Я даже пиво не пью, не люблю. Мы с мужем не курим. Муж раньше курил, но потом бросил. Я не курю и никогда ранее не курила. Ни разу. Никогда. На все вопросы эстафеты я ответила. Но еще было два вопроса от Галины Калинки и Натальи Варламовой. Они мне задали вопросы в комментариях. Я на них отвечу. Так, Галина Калинка меня спрашивала о мечте. В детстве я очень любила игрушки. Всегда говорила, я вырасту и буду продавать игрушки. Но мечта не сбылась. В юности я мечтала побывать в Москве и везде походить, погулять по столице. Я несколько раз была в Москве. Мне очень там понравилось. Была на ВДНХ, Арбат, Ботанический сад, Красная площадь, огромный гум, метро. Все это очень интересно. Наталья Варламова меня спросила по профессию мою и мой первый заработанный рубль. Я работала на нескольких работах, Наташа. Сейчас расскажу коротко. Я работала секретарем в управлении материально-технического снабжения. Сидела в кабинете у директора и занималась документацией. Вторая моя работа была связана тоже с документацией. Я перешла уже на базу материально-технического снабжения и работала учетчиком. Эта работа также связана с документацией. Там надо было записывать товар. Вела учет товара транспортных накладных. Там я познакомилась со своим мужем и вышла замуж. Он в то время был водителем и ездил на эту базу. Так мы с ним и познакомились. Третья моя работа. Я работала в частной ферме по продаже мороженого и напитков. Чем больше продаешь мороженого и напитков, тем больше был заработок. Там наелась всякого мороженого, перепробовала разные виды. Очень хорошая работа. Я долго там работала. В данное время, как вы уже знаете, я работаю на рынке. Мы открыли свой бизнес. У нас большая торговая точка по продаже фруктов и овощей. Ассортимент у нас большой. Сезонные товары. Летом продаем помидоры. Помидоры, огурцы, кабачки, лук, морковку, капусту, грибы, картошку, клубнику. Зимой ассортимент тоже большой. Мандарины, апельсины, бананы, хурма, киви, гранат, грибы, лук, морковка, картошка. Тоже огурцы, помидоры, зелень, фасоль. У нас постоянная торговая точка. Много постоянных покупателей, которые покупают у нас много лет. Но и новые покупатели приходят. Рынок у нас большой. Прохождаемость там хорошая. На рынке мы работаем уже много лет. Это самая лучшая работа, которая у меня была. Потому что мы работаем сами на себя. Свой бизнес всегда интереснее, чем работать на кого-то. У меня есть видео, я снимала про свой ассортимент и торговую точку. Если интересно, можете посмотреть это. Ну вот так, вроде на все вопросы эстафеты я ответила. Так, стоп, был еще один вопрос. Про мой первый заработанный рубль был вопрос. Свои первые деньги я заработала в 17 лет. Я была на практике и там получила первую зарплату. Помню, с первой зарплаты я купила себе сумку и зонтик. Маме подарила халат. Еще много конфет и печенья я домой принесла в тот день. До сих пор помню. Я была так рада, что получила свою первую зарплату. Ну вот, теперь все. На все вопросы эстафеты я ответила. Теперь называю, кому я хочу передать эту эстафету. Первое. Светлане Маляревской. Светочка, принимай эстафету. Владимир. У него канал про мукбанг. Он снимает мукбанги. Владимир, принимай эстафету. Так, третье. Это Галина. Канал Моя Разноцветная Жизнь. Это моя подписчица и очень хорошая девушка. Я ее смотрю тоже. Галинка, принимай, пожалуйста, эстафету. И четвертое. Хочу передать эстафету Наташе из Запорожья. Это тоже моя подписчица. И я ее смотрю. Ее канал называется Дневник Натали. Наташенька, передаю тебе тоже эстафету. Принимай. Будем всех смотреть. На этом свое видео заканчиваю. Передаю всем приветы большие. Всем желаю всего самого хорошего. Пока-пока. Продолжение следует...